С 13 по 15 февраля на базе детского сада номер 37 Теремок города Железногорска работала стажировочная площадка для педагогов дошкольных образовательных учреждений города. Детский сад Теремок это сетевой детский сад проекта школы Росатома и на его территории реализован проект так называемый зоной open space, где дети могут творить и играть по собственному замыслу. Тема нашей стажировки проектирование мотивирующей образовательной среды как условия формирования мотивированной деятельности дошкольников. То есть главным словом здесь является слово мотив, то есть побуждение, побуждение детей к самостоятельной деятельности, побуждение педагогов к общению с детьми, общению, которое соответствует идеологии в ГОС. Когда есть баланс инициатив взрослого и ребенка. Участники стажировки работали в командах, анализировали внутренние ресурсы своих учреждений, на которые можно опереться, а также разобрали внешнюю среду, обсудили, как риски можно превратить в возможности. Целью стажировки было показать способы взаимодействия с ребенком, показать, как можно создать среду в каждой группе и спроектировать зону open space для своего детского сада. Как мы убедились, все бы хотели иметь такую зону, но идей множество и как их выбрать, что соответствует идеям нашего стандарта. Мы активно с коллегами это и разбирали на стажировке. И плюс, конечно, практическая часть – живое общение с детьми, игровые отношения с ними. Мы живем в быстро меняющемся мире, в эпоху большой степени неопределенности. И чтобы вырастить человека, который готов жить в этом мире неустойчивости и разнообразия, нужно, чтобы у ребенка сформировались универсальные качества, которые позволят ему жить в этом мире и достигать успехов. Очень долго у нас был таким популярным лозунг, что надо не дать рыбу, а дать удочку, чтобы поймать эту рыбу. В современных условиях расхожая эта фраза несколько звучит иначе, что очень важно человеку не рыбу дать и не дать ему удочку, а еще и научить ловить рыбу в любой воде. То есть в любой ситуации быть способным добиваться успеха, добиваться результата. И чтобы добиться успеха, уже на этапе дошкольного возраста очень важно научить ребенка делать осознанный выбор, чтобы он мог сам проявлять образовательную инициативу и умел самообразовываться. Стажировка очень понравилась. Дело в том, что здесь мы на практике сами смогли прожить это, прочувствовать, и понимание пришло, как это можно делать. Единственное, конечно, маловато. Хотелось бы побольше. Потому что только вот вроде бы начали вживаться в эту тему, и уже стажировка заканчивается. И, конечно, несомненно, когда я приду в детский сад, вернусь, мы будем продолжать. Я до себя уже составила план, определила, в каком направлении нам нужно дальше идти. И опыт 37-го детского сада однозначно мы будем внедрять в работу нашего детского сада. Педагогический коллектив «Теремка» всегда открыт к диалогу и готов делиться своим опытом. В начале апреля здесь пройдет стажировка уже для педагогов-дошкольников из разных городов, участников проекта «Школа Росатома». Ксения Смирнова, Юрий Щербатов, Вячеслав Асауленко. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом-ТВ. Продолжение следует...